Откроем вместе книгу Бытие 42 главу. Бытие 42 глава. Я молюсь, чтобы эта проповедь помогла нам в отношении очень важной проблемы нашей жизни. Помогла нам разобраться с чувством вины. Кто из вас знает, что такое вина? Повернитесь к вашему соседу и скажите, я знаю, что такое вина. Я знаю. Интересно, есть ли среди нас человек, который сделал что-то ужасное в своей жизни? Не нужно поднимать руки. Есть ли среди нас бандиты, воры, преступники, убийцы? Во что же мы верим? Мы верим, что такие люди могут находиться среди нас. Я могу сказать также, что каждый из нас таков. Повернитесь к вашему соседу и скажите, я один из них, да, я один из них. Вы скажете, нет, я не таков. Я никогда не делал ничего такого. Якова, 2 глава, 10 стих. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Виновным во всем. Самоправедность – обычная вещь среди людей. Человек говорит, я никогда не делал такие вещи. Я не так плох, как этот человек. 2 Коринфянам 10.12 говорит нам о многом. Нам нужно обучаться учению по категориям Слова Божьего. «Для этого вы приходите в церковь, которая обучает Библии. Я обучаюсь тому, что говорит Писание». 12 стих. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собой неразумно». Я смотрю на человека или на группу людей, сравниваю себя с ними и говорю, «Я лучше, чем они». Такое отношение очень часто встречается среди людей. Самоправедность – это проблема для людей. Они еще не упали на самое дно, поэтому они думают, что они не так уж и плохи. «Вы очень плохи». «Да, очень плохи». «Вы очень плохи». «Очень плохи». «Да, это так. Вы очень плохи». «Вы плохой человек». «Вы понимаете?» «Понимание этого – очень важная часть нашей веры». «Откуда мы берем начало». «Мы все находимся в одной категории. Мы все рыбы и находимся в одной рыбацкой сети. У нас у всех есть падшая греховная природа». Иисус стоит перед толпой и она кричит «Распни его». «Пилат спросил, кого мне отпустить на свободу того, кого называют Христом или Варавву?» «А что вы были?» «А что вы бы закричали?» «Хороший вопрос». «Что вы бы закричали?» «Конечно, Варавва». «Вы думаете, что вы лучше тех людей?» «Вы такие же, как те, которые распяли его». Вы сделали это, и я сделал это. Мы кричали бы «Варавва! Варавва!» Потому что у нас есть греховная природа. Мы не знаем до конца, насколько мы плохи. Когда Бог пришел на землю, мы распяли его, потому что мы грешники. Вы скажете, «Я никогда бы такого не сделал». Мы говорим, «Вы обольщаетесь». «Вы неправы. Вы горды и самоправедны. У вас нет смирения. Вы не исполнены Духом». Если вы так думаете, вам следует вернуться вместо смирения к кресту Голгофы и сказать, «Я прибил Христа к кресту. Я виновен. Я согрешил». Религиозные люди часто становятся самоправедными и гордыми. Они не понимают, что значит быть сокрушенными, смиренными, исполненными Духом и здравыми в учении Писания. Это хороший холодный душ для нашей проповеди сегодня. Мне нужно ваше внимание и правильное отношение к тому, о чем мы сегодня будем говорить. «Я проблема». Это хороший пункт отчета. Гилберт Кит Честертон. Когда его спросили, в чем проблема этого мира, дал очень краткий ответ. «Я проблема этого мира». Гилберт Кит Честертон. Это хорошее начало. Из-за того, что на всех нас лежит покрывало, нам нужно одно решение. Решение в отношении моего греха не я и не вы, но Бог и Его благодать. Решение для нашей жизни – Христос и Его крест. Мы любим крест. Мы хвалимся крестом. Крест пренебрегаем людьми. Он глупость для мира, в котором мы живем. Когда люди мира рассуждают о проблемах мира, никто не говорит о кресте. Этого элемента нет в их мышлении. Но мы говорим, крест – решение проблемы. Проблема человека, что человек не имеет Бога. И место, где я встречаюсь с Богом – крест Голгофе. Спасибо за то, что сегодня пришли. У нас будет хорошая проповедь. И грядет следующий месяц. У нас будет выпуск из Библейского института и также занятия пастора Шибели на тему миссии. Мы движемся в нашем сердце. И с нами те люди, которые уже находятся и приезжают с нами на протяжении десятилетий на нашу конференцию. Пастор Гэри Уитт, пастор Дэвид Стамбовский. У нас будет прекрасное время на конференции празднования. Я так благодарен за наших учителей, за нашу школу, за миссии. И мы еще не закончили. Потому что мир нуждается в том, что мы говорим. Сегодня утром мы слышали от пастора Фреда Эллиса, что у него было замечательное время в Непале. Люди в Непале обнаруживают Христа. Он сказал, что в одной деревне пять лет назад люди никогда не слышали об Иисусе Христе. А сегодня в этой деревне пятьсот рожденных свыше верующих. Аллилуйя! Замечательно! Бог спасает людей. Мы с вами живем в последние времена. Мы молимся за Иран, за Пакистан, за Непал, за Таиланд, за работой Божьей во Вьетнаме и за команду во Вьетнаме, где служат пастор Даг Пирсон и его жена Бефани. Бог действует в этой коммунистической стране. Всякий раз, когда мы приезжаем в коммунистическую страну, мы находим духовный голод. Люди говорят, есть Бог. Коммунисты говорят, нет Бога. Если вы будете говорить, что есть Бог, вас бросать в тюрьму. Люди молчат, но в своем сердце они говорят, я не верю вам. Бог есть. Мы жили в Венгрии, и венгров учили эволюции. Ни в одной стране уже не верят в это. Но верят, что есть Бог. Есть Бог. Итак, книга «Бытие», 42 глава. Откроем вместе. Иосиф, премьер-министр Египта, его Бог поднял из ямы, в которую его бросили братья, когда ему было 17 лет. Сначала они хотели убить его, но затем один из братьев сказал, давайте не будем убивать его. Вот идет караван из Маильтян, идет в Египет, давайте продадим его им. Так Иосиф стал рабом в Египте. Он служил в доме Патифара. Затем по обвинению в изнасиловании жены Патифара, его посадили в тюрьму. Находясь в тюрьме, его призвали растолковать сон. И после того, как он растолковал сон фараона, он выпустил его и сделал его своим советником. Он был очень мудр и умен в управлении. Он сказал, это не от меня, но от Бога. Бог со мной. Его братья пришли в Египет в поисках пищи. Когда они увидели его, не узнали его. Он говорил на египетском языке, хотя родным его языком был иврит. Иосиф разговаривал со своими братьями через переводчика. Он не хотел, чтобы они знали, что он понимает иврит. Он узнал своих братьев, но они не узнали его. Его братья видели, что он был как царь. Он не может быть Иосифом. Он не говорит на иврите. Он египтянин. Но Иосиф был среди них. 21 стих. И говорили они друг другу, точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигло нас горе сие. Оттого не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. Они открыли свои сердца, они говорили, у нас не было сострадания к Иосифу, который просил о милости. Мы не помиловали его. Ровьям отвечал им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против Отерка, но вы не послушались. Вот кровь его взыскивается. Они чувствуют вину из-за того, что произошло 15 лет назад. Вина не оставила их. Мы в этой ситуации из-за того, что сделали нашему брату Иосифу. Помните, когда он молил о милости, мы не услышали его. 23 стих. Оттого не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них и заплакал. Он услышал их разговор. Он понял, о чем они говорят, отошел и заплакал. Это коснулось его сердца. Мои братья живут в чувстве вины от того, что они сделали со мной. Они сожалеют о том, что произошло. Они не знают, что я здесь. Совесть – сильная вещь в жизни людей. мне понадобилось бы несколько часов проповедей, чтобы раскрыть тему совести. Совесть – очень сложная тема. Я скажу некоторые вещи о совести, основанной на проповеди прошлой недели из 1 Иоанна 1 главы об общении. Помните, я нарисовал тогда картину, на которой была представлена истина из ума Бога. «Рядом я поставил ум человека, в котором может быть нам немного Божьего ума или достаточно много Божьего ума, что было бы очень хорошо. Мы отошли от истины и стали основывать свои мысли на субъективном мышлении. Субъективность основана на моих чувствах, на опыте, на моем мнении, на культуре, на образовании, на том, что люди говорят обо мне. Большинство людей в этом мире живут в субъективном мышлении. У них нет истинной точки отчета. Например, «Я чувствую себя нехорошо. Может быть, завтра я буду чувствовать себя лучше». Человек так сильно зависит от чувств и эмоций, зависит от нюансов и идей. Люди смотрят фильмы, размышляют над ними, и фильмы руководят их жизнью. Они выходят из кинотеатра и живут на основании того, что они увидели в фильме. Человек может жить на основании того, что говорят его друзья, его парикмахер, герой из фильма, актеры из Голливуда. Точка отсчета жизни людей часто настолько далека от истины. и так дефициент. Мы сказали, что скала представляет объективную истину, истину Библии, доктринальную истину. Римлянам 7,6 говорит о неповетхой букве, не по ветхой букве. Даже Библия может стать религиозной предпосылкой и превратиться в ветхую букву и не быть духом жизни. Иисус сказал слова Мои суть дух и жизнь. Иногда, когда люди читают Библию, они читают ее по ветхой букве. Что также является субъективным, они используют Библию как дубину, как инструкцию того, что правильно, а что неправильно. Библия это не инструкция, что правильно, а что нет. Это откровение о личности Христа, это манифестация его ума и его сердца. Бога. не можете вычислить ум Бога. Исайя 55,8 Мои мысли не ваши мысли, они ваши пути, пути мои, говорит Господь. Вы не сможете исследованием узнать ум Бога. Он должен быть явлен вам Духом Святым. Многие люди знают Библию, но не у всех есть любовь. 1 Коринфянам 13,1 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, о любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Это какофония пустых звуков. Мы слышали такой же звон в наших сердцах и в нашем обществе. Если даже я знаю все тайны, если я и горы могу переставлять верой, но не имею любви агапы, тогда нет в этом мне никакой пользы. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Это те слова, которые шокируют своей важностью. Объективная истина. это когда я принимаю истинную Библию в смирении и в помазании Духа Святого. Дух Святой помазывает меня и обучает Библию. В Матфея 12 глава 3 и 5 и 7 стих Иисус говорит «Разве вы не читали?» Он связывает эти слова с историями Ветхого Завета. «Разве вы не читали?» 5 стих «Разве вы не знали?» Или «Если бы вы знали?» 7 стих Он говорит с людьми, которые знают Библию вдоль и поперек. Иисус сказал им «Давид ел святой хлеб из хлебов предложения». Многие из вас как и я выросли в католической культуре. Представьте себе вы отправились на прогулку на мотоцикл с друзьями и вы очень сильно проголодались даже до смерти. Вы заходите в католическую церковь подходите к свилтому алтарю и начинаете есть хлеб для причастия. Вы едите его не переодевшись весь в дорожной пыли с группой байкеров. Это было бы осквернение святыни. Иисус говорит «Разве вы не читали, что сделал Давид?» Давид бежал от царя Саула. Он был очень голоден со своими людьми. Они пришли к священнику и попросили у него хлеба. Он ответил «У меня есть только святой хлеб». Давид спросил «Можем ли мы есть его?» Священник сказал «Если вы не были женщинами три дня, тогда ешьте». И они неели. Христос сказал «Разве вы не читали об этом, эту историю?» «Объясните это мне». В моей христианской жизни есть что-то великолепное, живое, благодатное, которое мотивирует меня приближаться к Богу. Мне не нравятся религиозные формы. Я люблю свободу, радость. Бездомных людей коснулась любовь. Наркоманы были преображены благодатью. Грешники были прощены, возлюблены, и их жизни изменились. Какая-то замечательная реальность. Я хочу сказать некоторые вещи о чувстве вины. Вина может инфицировать вас. как это происходит с многими людьми. Вы не должны жить в чувстве вины. То, что отличает нас, это наша свобода от вины. Общение с Богом это общение не в чувстве вины. Общение с Богом это общение исцеления, прощения, благодати, ободрения, свободы. Первая Иоанна, первая глава говорит, что у нас есть общение с объективной истиной. Позвольте мне объяснить некоторые вещи. вы скажете, а что если мое сердце осуждает меня? Вот человек, его сердце осуждает его, и у него есть чувство вины. Вы спрашиваете его, почему у вас такое чувство? Он может и не знать почему. И сказать, я исповедал свои грехи, я рожден свыше, у меня есть свобода, но каким-то образом у меня не перестает это чувство вины. Я чувствую себя недостаточным, я не таков, каким должен быть, я не удовлетворен. Когда я хочу сделать доброе, там присутствует зло. Вы помните это учение? Позвольте мне взять два стула. Дайте мне, пожалуйста, два стула. Только два стула. Спасибо. Послушайте. Адам съел от дерева познания добра и зла. Вы читаете об этом в Библии. Адам съел от дерева познания добра и зла. Это выглядит так. Я знаю добро, но когда начинаю делать добро, присутствует зло. Я хочу сделать добро, но получается так, что когда я начинаю делать добро, присутствует зло. зло. Это похоже на мою совесть. В ней есть присутствие вины. Даже когда я делаю добро, присутствует зло. Я думаю, я делаю добро, а может быть, я не делаю добро, но делаю зло. Это написано в Римлянах, 7 глава, 18 стих. Таковы размышления человека, и очень много верующих живут в этом. Все их христианство заключается в том, чтобы быть хорошим и не делать плохие вещи. Когда я делаю плохие вещи, я понимаю, что мне нужно делать хорошие вещи. Христос пришел, чтобы нам что-то большее, чтобы освободить нас от вины. Чувство вины нехороший наставник и руководитель вашей жизни. Когда братья говорили между собой об Иосифе, они сказали, зачем мы это сделали. Ровим сказал, я же говорил вам, чтобы вы не делали этого, когда Иосиф просил о милости, мы его не послушали. Вы помните это? Иосиф услышав это, вышел и заплакал. Он понял, что в их сердцах есть сожаление о том, что они сделали с ним. Он понял, что чувство вины преследует их, несмотря на то, что уже прошло 15 лет. Это коснулось его. Если вы попали в западню чувства вины, Бог заботится о вас. Он говорит, кто умолится как ребенок, тот войдет в царствие Божие. Есть что-то особенное в детях. Они не погружаются в чувство вины. Если они что-то сделали, они говорят, да, я не прав, прости меня, и тут же продолжают бегать и играть. У них есть чувство любви, чувство прощения, что правильно, а что нет. Слава Богу, они не такие сложные, как мы с вами. Мы много страдаем от чувства вины. Сегодня утром я хочу сказать, что есть что-то намного большее, чем ваша вина. Это Бог. Бог не сотворил нас, чтобы мы жили в чувстве вины. Бог сотворил вас, чтобы вы были как дитя в Царстве Божьем. Бог не сотворил вас, чтобы вы погружались в негативные эмоции и становились очень сложным и запутанным человеком. Плотская мудрость очень сложная. 2 Коринфянам 1.12 говорит о том, что у нас есть простота, искренность и радость, потому что у нас есть нечто большее, чем сложный и запутанный я. у нас есть Иисус Христос. 1 Иоанна 1.6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, давайте мы откроем это место Писания. У нас будет замечательная конвенция в конце июня. И она начнется в понедельник вечером и будет проходить во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу. У нас будут утренние сессии и вечерние сессии. Добро пожаловать всякому. Пожалуйста, внесите эту неделю в ваше расписание. Приходите, у нас будет детская программа, и мы по-настоящему трудимся, чтобы это стало реальностью. И Дух, Дух Святой посетит нас, поможет нам, будет назидать нас и обучать. 1 Иоанна, 1 глава, 6 стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Мы ходим во свете. Бог и Его свет объективная истина. Допустим, что на мне запачканная одежда, и я из темного коридора вхожу в освященную комнату. Что же я вижу, когда вхожу во свет? Я вижу, что моя одежда запачканная, грязная. когда я понимаю, что я грязный, это очень важно. Другими словами, я говорю, я согрешил, я был неправ, а Ты, Господи, прав, Ты есть свет. Когда я говорю так, я чудным образом очищен и начинаю блистать. Я прощен, я ободрен, и я невиновен. я свободен. У меня есть общение с Вами в этой свободе. Я знаю, что Вы тоже свободны, я знаю, что я возлюблен, и Вы возлюблены, и у нас есть общение, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всего. Она очищает меня не только от моего греха, который я исповедал, но от всего, от гордости, от неверия, от страха, от депрессии, от замешательства. Я обнаруживаю себя в общении, во свете. А что насчет тебя, Том Шаллер? Я знаю, что Том Шаллер очень сложный человек. Когда он начинает делать хорошие вещи, начинает присутствовать зло, когда он так живет, он понимает, что добро и зло. Это все, что он знает. А где же Бог? Я не знаю, где Бог. Я занят борьбой со злом внутри меня. Я надеюсь, что Бог со мной. Я надеюсь, что Он поможет мне. Я борюсь с самим собой. Я бросил моего брата в яму, а затем продал его. Я знаю, что я не должен был так поступать. Ты хочешь сказать, что по прошествии 15 лет ты продолжаешь страдать от этого? Да. Ты не представляешь, насколько сложна моя жизнь. Каждый вечер, когда я ложусь спать, я не могу заснуть. такова история человечества, история людей. Есть ли у кого другое послание? Есть ли у кого другое слово? Да, Он воскрес! Бог знал наши проблемы, и Он перевел нас из царства тьмы в царство Своего Сына. Бог распял Адама. Адам был распят с Христом на кресте. Христос воскрес из мертвых и дал нам общение во свете с Ним. Иисус говорит, у тебя пятно на рукаве. Я отвечаю, не, у меня нет никакого пятна. Он отвечает, тогда я не могу общаться с тобою. Ты отвергаешь истину. Я говорю, а я чувствую, что на моем рукаве нет пятна. Иисус говорит, пятно у тебя на рукаве. Я не могу иметь общение с ложью. Признай это. Исповедуй свой грех. Пятно на моем рукаве может быть не единственным. У меня пятно на брюках, на майке. Господь говорит, исповедуй передо мною. Давайте мы с вами прочтем восьмой стих. если говорим, что не имеем греха, или другими словами, не имеем пятна на рукаве, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Не лгите Богу. Если у вас сложности, расскажите о них Богу. Если вы отступили, скажите Богу, что вы отступили. Если вы лицемер, скажите Богу, что вы лицемер. Если вы несчастливы, помню, я встретил одного миссионера в одной из стран. Мы провели пару дней вместе, затем я спросил его, ты счастлив? На следующий день этот человек сказал, пастор, когда вы задали мне этот простой вопрос, ты счастлив? Я стал думать об этом и понял, что я несчастлив. Нет, несчастлив. Спасибо. Это начало исцеления. Это хорошая точка отправления. Я несчастлив. У меня есть чувство вины. Это религиозное чувство вины. Я не молюсь, как должно. Я не читаю мою Библию, как нужно. Я не забочусь о людях, хотя должен. Мы говорим, послушайте, это история человеческой расы. Вы не любите Бога. Вам нет дела до потерянных людей. Вас нет ничего доброго. Римлянам 7.18, ибо знаю, что не живет в мамне, то есть плоти моей добрые. Вот для чего пришел Иисус. Иисус не пришел для милых людей, которые стараются прожить свою жизнь, делая добро и не делая зло. А у нас все в порядке. Бог говорит, я не впечатлен. Вы очень сложные люди, и к тому же пустые как барабан. Вы ничего не можете дать, и в вашем сердце нет любви. Я могу отдать все деньги мои бедным, я знаю все тайны, у меня есть вся вера, так что могу и горы переставлять. Христос говорит, ты ничто, приди ко мне и обучись от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, возьми иго мое на себя, оно очень легкое, даже ребенок может носить его, ты будешь прыгать как ребенок в простоте сердца. Люди скажут, ты же верующий, а где твое доброе свидетельство? Я говорю, я не понимаю, о чем вы говорите. Наблюдайте за мной, потому здорово, правда? Девятый стих. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Вторая глава, первый стих. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. Эти вещи написаны для нас, чтобы мы ходили в общении с Богом, чтобы у нас было общение с объективной истиной. Пожалуйста, храните себя от субъективного мышления, и изучайте Писание, размышляйте с Ним, слушайте проповеди, храните его в своем сердце, и имейте общение во свете. Будьте частью церкви, наша церковь замечательная церковь. Я так рад быть здесь уже на протяжении сорока лет и слышать послание благодати. Я не буду слушать о том, как жить, питаясь от дерева познания добра и зла. Я слушаю послание благодати. Когда я живу в благодати, и Бог говорит, не прелюбодействуй, вы понимаете, что мотивация этой заповеди Божья любовь. В нашем сердце вы говорите «Аминь». Прелюбодеяние крадет, разрушает и наносит боль людям и мне. Не лгите, не обманывайте, не крадите. Все пути человека в пути, где нет свободы, радости и покоя. Если так произошло, что я согрешил ужасным грехом, хотя я надеюсь, что так не произойдет. Есть грехи видимые, и они отвратительны. Также есть невидимые грехи. Матфея 5 глава. Когда я в мыслях моих ненавижу кого-то, это уже преступление. Если я нарушил закон в одном, я нарушил весь закон. И 1 Иоанна 3 глава, 20 стих. Ибо если сердце наше осуждает нас, то Бог больше нашего сердца и знает все. давайте посмотрим на это. Мое сердце осуждает меня. Во мне есть две природы. Одна греховная природа, которая производит чувство вины. я могу не сделать ничего плохого, но я чувствую вину. Это менталитет Адама. Я просыпаюсь утром, и эта вина присутствует в моем уме. Откуда она? Из греховной природы. я снимаю ветхого человека и надеваю нового. Я начинаю полагаться на объективную истину и говорю, Боже, я нахожусь в Твоем присутствии, но я должен сказать тебе, что у меня все еще есть чувство вины. Бог говорит, твое сердце осуждает тебя, из-за того, что у тебя есть ветхая греховная природа, говорящая тебе, что ты виновен. Но я больше, чем твое сердце. Мое учение говорит, что мой сын взял на себя все твои грехи. Я говорю тебе, чтобы ты верил мне. Я знаю, что Бог не осуждает меня. Римлянам 8 глава 1 стих. Даже если мое сердце осуждает меня, Бог больше моего сердца. То, что произошло на кресте, намного больше моего греха. Таково исцеление для человеческой расы. Кровь Иисуса омывает нашу совесть от мертвых дел, чтобы служить Богу как дитя, которое бегает и играет в простоте сердца. Когда святой Божий человек живет духовной жизнью, он способен сказать, «Аллилуйя, Бог со мной, я больше, чем победитель». Несмотря на то, что нас ведут как овец на заклане, а внутри мы понимаем, что у меня есть сокровище, дар, личность Бога, победа над собой, победа над чувством вины, победа над моим падением и над этим миром. Тот, кто во мне, больше того, кто в этом мире. Это совсем другое дерево, это дерево жизни. В Эдемском саду было два дерева, дерево познания добра и зла и дерево жизни. Ешь плоды от дерева жизни, у тебя будет вечная жизнь, а когда съешь от дерева познания добра и зла, умрешь. братья и сестры, мы съели от дерева познания добра и зла, мы почувствовали смерть, психологическую сложность, разочарование, отчаяние, мы думаем так плохо о нашей жизни, о наших действиях, о наших взаимоотношениях, нашей боли, мы знаем, что это, мы знаем так же физически, что смерть сделала с телом человека. Но Евангелие говорит, первый Адам стал душою живою, а последний Адам есть Дух Животворящий. Иисус Христос дерево жизни, Он есть путь и истина и жизнь. Христос больше, чем наши сердца, Христос больше, чем наши падения. Библейская истина завершенной работы говорит, что мы умерли с Ним, воскресли с Ним, и сейчас имеем общение с Ним во свете. Все, что нам нужно сделать, это сказать, да, Господи, на моем рукаве есть пятно, спасибо, Иисус. И этого пятна как и не бывало. Да, Господи, у меня есть пятна на брюках, я думаю, что я могу убрать их, но, похоже, они все больше и больше разрастаются. Что же мне делать? Бог отвечает, ходи во свете, и кровь Иисуса Христа очищает тебя от всякого греха, и у тебя будет общение с другими. Когда вы живете во плоти и питаетесь от дерева познания добра и зла, общаясь с другими людьми, вы не обнаруживаете радостную и счастливую компанию людей, с которыми вы хотели бы быть. Это всегда будет вечеринка плоти. Они будут смеяться над грязными шутками, будут хлопать тебя по плечу. Мы знаем, что это такое. Но когда мы находим Бога, находим Христа, мы находим жизнь, находим жизнь тела Христа, находим свободу, надежду, видение, и заботимся друг о друге глубоко в наших сердцах. Когда Иосиф услышал, как говорили его братья, зачем мы так поступили с Иосифом, нам не нужно было так делать, он заплакал, он знал, что он любит их, и он хочет, чтобы они были вместе с ним. Позднее в этой истории он сказал, все египтяне выйдите из комнаты. Он вывел всех египтян из комнаты, затем он посмотрел на них и сказал на иврите, я ваш брат Иосиф. Они были шокированы, они были обескуражены, их лица побледнели. мне нравится, когда так происходит в нашей жизни, в духовном смысле, когда Бог шокирует нас своей благодатью. Иосиф сказал, я не осуждаю вас, то, что произошло со мной, было от Бога. У нас все хорошо, у нас есть много пищи для того, чтобы мы не умерли от голода. Пойдите и скажите об этом моему отцу. А где мой брат Вениамин? Какая замечательная история. Аминь. Помолитесь со мной, пожалуйста. Вы сегодня здесь, если вы еще не доверились Иисусу Христу. Мы любим вас, Бог любит вас. Не мы это придумали, это написано в Библии. Христос воскрес и Он за вас. Он хочет принять вас в Его семью. Примите Его спасение. Он не может управлять вашей волей. Он убеждает вас и влечет вас к себе. Он не управляет вами как тиран или диктатор и не дает вам приказания. Он влечет вас к себе как любящий отец. Он говорит, пожалуйста, поверьте в Меня, Я люблю тебя. Мои руки распростерты на кресте. Я умер за тебя. Приди ко Мне по вере. Придите к Нему сейчас по вере и скажите Иисус, Я верю в тебя. Спаси Меня. Аминь.